При сильном морозе занятия отменяются. Мороз, видать, сильный сегодня. Ничего не видать, все окошко замерзло. Придется идти на улицу смотреть. Отец надел белый полушубок из овчины, кроликовую шапку, валенки и вышел, пустив белые клубы пары. Стеша беспокойно лежала на кровати и ждала, когда отец зайдет в дом и объявит, что сегодня холодно и в школу не идти. Но отец и не думал возвращаться. Вскоре она услышала шумный скрежет его деревянной лопаты за окном. Отец расчищал дорожку перед домом. Девочка поднялась на цыпочках к радио и сделала звук погромче. Сегодня, в среду, 22 декабря, в связи с понижением температуры воздуха до минус 32 градусов Цельсия, отменяются занятия в сельских школах с первого по седьмой классы, в городских школах с первого по пятый классы, сообщил ей приятный голос диктора. «Ура! Мам, мы сегодня не учимся! Мороз на улице!» – радостно закричала Стеша. «Ну хорошо, хорошо! Ляг поспи! Рано еще! На улице темень!» – улыбалась мать. Стеша послушно залезла обратно в теплую еще постельку, блаженно потянулась и закрыла глазки. Сквозь сон она слышала, как хлопнула входная дверь за ушедшими на работу родителями. Когда Стеша проснулась, всю ее маленькую комнатку заливал яркий солнечный свет. Она резво откинула одеяло и спрыгнула на пол. Настроение было приподнятое. Впереди целый свободный день, столько дел всяких можно переделать. Стеша натянула колготки, застегнула все пуговички на байковом халатике, расчесалась и отправилась на кухню. На столе стояла тарелка с сырниками и кружка с чаем. Стеша позавтракала, взяла с полки свою любимую книжку «От первых проталин до первой грозы» и уселась на диван. Вдруг в окошко громко забарабанили. «Стеш, айда на улицу, с горки кататься!» Соседская девчонка Наташка Вишнякова, прильнув к покрытому инеем стеклу, пыталась заглянуть в комнату, потерев его варежкой. Стеша встала на подоконник и открыла форточку. «На горку? Так на улице же мороз! Холодно подикось!» «Ничего не холодно! Бери санки и айда! Там все наши уже катаются! Давай только побыстрее, ага! Ага!» И Стеша пулей заметалась по комнате, на ходу напяливая теплые штаны и свитер. Надев пуховую шапку, она подняла воротник своей черной цегейковой шубки, потуже затянулась старым отцовским шарфом и выскочила на крыльцо. Вместе с Наташкой, подхватив за веревочки свои санки, они побежали на большую горку у городского пруда, где собралась вся детвора с округи. Раскрасневшиеся, вспотевшие, с красными щеками, скинув от жары варежки, они летели на санках с горки. И вдвоем, и втроем, и паровозиком сцепив несколько санок, а потом бегом поднимались на горку, чтобы, хохоча от счастья, вновь стрелой лететь вниз. Помощница на расхват. Стеша сидела в теплой комнатке и смотрела в окно. Завтра Новый год, а снег на улице весь растаял. Надо же такому случиться. До середины декабря стояли морозы по 30 градусов, и дорожку перед домом отец устал расчищать от падавшего почти каждый день снега. А за неделю до Нового года началась оттепель, и температура поднялась до плюс пяти. Весь снег тут же растаял и оголил черную, жирную, грязную землю. Стеша, как могла, устраивала зиму сама, но вырезала побольше снежинок из прошлогодней тетрадки по математике, которая так и осталась недописанной в связи с наступлением лета, и приклеила их на окна, смазав кусочком мыла. От угла до угла комнаты она протянула толстые нити, а к ним привязала короткие тонкие белые ниточки, на которые прицепила кусочки ваты. Получилось очень здорово. Даже баба Нюра пришла любоваться этой красотой из своей половины. Вечером отец принес елку. Он установил ее в специальную подставку на трех длинных ногах, между которыми располагался железный сосуд. Туда опускался конец ствола и крепился с помощью винтов. — Стеша, смотри ровно! — кричал отец из-под елки, устанавливая лесную красавицу. — Нет, пап, косо! Куда наклонить? Влево, вправо? Куда? — спрашивал отец. А Стеша лихорадочно соображала, где лево, а где право. Наконец елка была установлена. По дому тот час же поплыл сказочный хвойный аромат. — Неси, дочка, водички в ковшике. Напоить нашу красавицу! И Стеша бегом побежала в кухню зачерпнуть из ведра воды для елочки. На кухне работа тоже кипела. Мать и баба Нюра в четыре руки лепили пельмени. Мать раскатывала скалкой тесто, а потом вырезала из него стаканом кружочки, а бабушка заворачивала в эти кружочки фарш, мастерски заплетая косичку по краю. Стеша, раскрыв рот, уставилась на бабушкино искусство, еле успевая следить за ее быстрыми пальцами. — Баб, дай мне один кружок, я тоже так попробую! Баба Нюра, улыбаясь, протянула внучке кусочек теста. — Ну, попробуй, косатушка, помощница ты наша! Стеша рьяно взялась за дело. Однако тесто липло к ее пальчикам и не хотело склеиваться по краям. Фарш норовил вылезти со всех сторон. Стеша старательно запихивала его в тесто, а он вылезал с другого боку. От напряжения Стеша аж вспотела. — Стешка, ну где ты там с ковшом застряла? — послышался голос отца, ожидающего дочь под елкой. А она совсем забыла, что отец послал ее за водой. Стеша бросила недоделанный пельмень, схватила ковшик, зачерпнула воды и понесла в комнату поить деревце. — На расхват сегодня помощница! — засмеялась мать. — Совсем загоняли девку. Пора, наверное, ей в помощь братика или сестричку приобрести. — Бедненький мой мышоночек! — Вот паразиты! Это ж надо, даже и в шкаф залезли! Бяда, Стешка с ими! — Чего бы об случилось? Стеша оторвалась от чтения книжки и внимательно уставилась на бабу Нюру, которая решила навести порядок в буфете. — Да мыши, будь они неладны! И кошка есть, и мышей полон дом! Старушка сердито посмотрела на мирно свернувшуюся клубочком спящую кошку Муську и замахнулась на нее тряпкой. — Полюбуйтесь, люди добрые! Спит дармоедка! Того и гляди, мыши на спину ей сядут, а она их возить будет негодница! Муська на всякий случай подняла голову, посмотрела пристально на хозяйку и, поняв, что ей ничего не угрожает, вновь засунула ее под живот. — Надо Жене сказать, чтоб мышеловку зарядил! Вечером, как только отец пришел с работы, баба Нюра велела ему достать из чула на мышеловку и установить ее в кухне за шкафом. Ночью Стеша услышала громкий хлопок. Сначала она подумала, что упала елочная игрушка с елки, но, прислушавшись, уловила какую-то возню и тоненький писк, доносившийся из открытой кухонной двери. — Мышка попалась! — осенила девочку, и она вскочила, включила свет и быстро побежала на кухню, чтобы проверить мышеловку. Маленький серый комочек забился в угол и мелко-мелко дрожал. — Маленький, бедненький! — Стеша присела на корточке и принялась рассматривать бедолажку. Поразмыслив о дальнейшей судьбе мышонка, Стеша пришла к выводу, что ничего хорошего ему не светит, и решилась на отчаянный шаг. Она приподняла опустившуюся дверку и подождала, когда мышонок выберется на волю и пустится на утек. — Совсем голодный остался! — подумала девочка. Затем аккуратно сняла кусочек сала с крючка и бросила под шкаф, куда скрылся зверек. Чтобы с мышонком или с его товарищем вновь не случилась беда, дверцу мышеловки она решила опустить и со спокойной душой пошла спать. Утром баба Нюра, рассматривая звероловительный прибор, дивилась, как могло такое произойти, что и сало съедено, и дверка закрыта. Ты посмотри, сынок, кака мыша хитрая! И сало спорола, и на свободу вышла. Чудеса прямо! Ура! Баба Сима приехала! Утром, едва проснувшись, Стеша первым делом побежала к окошку, проверить, не выпал ли снег. Чудо не произошло. Земля оставалась встречать Новый год ничем не прикрытой, хотя с неба сыпала какая-то изморозь, полуснег, полудождь. В прошлом году, 31 декабря, они с отцом ходили на площадь, любоваться городской елкой. Как там было здорово! Огромная горка протянулась от одного конца площади до другого, две лошадки, запряженные санями, катали ребятишек, нарезая круги, песни, музыка. Тут же неподалеку толстые тетеньки в красных кафтанах и кокошниках жарили блины и угощали ими всех оголодавших и взрослых, и детей. «Пап, давай блины поедим!» попросила Стеша. «Да какие тут блины, дочь! Баба Нюра нам таких блинов дома напечет, с этими не сравняться!» воспротивился отец, рьяный противник покупать еду на улице. Однажды в Москве он купил на вокзале жареных пирожков с мясом, а после не выходил из вокзального туалета до самого поезда, едва не опоздав на него, а ведь планировал попасть на Красную площадь, в мавзолей. Стеша сто раз слышала эту историю, поэтому спорить с отцом не стала, хотя дурманящий запах кружил ей голову и под ложечкой тут же засосала. Вдруг входная дверь распахнулась, и на пороге возникла баба Сима. «Ура! Баба Сима приехала!» «А у вас, как в Крыму, слякоть и дождь!» «Закопченую колбасу, шпроты, апельсины и бородинский хлеб». «А это вот еще! Все брали, и я с дуру-то взяла, а их в рот не возьмешь! Такая гадость, как мыло! А как хватают! Выкинуть, наверное, надо!» И баба Сима достала из сумки связку зеленых бананов. Баба Симины подарки Баба Сима подарки привезла всем. Дочери – белый батник, приталенную рубашечку на клепочках из очень приятной хлопковой, чуть тянущейся ткани с какими-то беленькими узелочками по всей поверхности, острым длинным воротничком и широкими манжетами. Батник оказался Любке в пору, и она просто визжала от радости, крепко расцеловав мать за подарок. Угадала я с размером. У спекулянтов в Москве купила. Стою в очереди за колбасой, а ко мне подходит одна дамочка и шепчет на ухо. «Женщина, вам батничек не нужен, польский? Размеры есть!» «Ну, а я как не надо?» «Надо! Дочери Любке!» Мы отошли с ней за угол магазина, она мне вытащила из сумки. Хороший такой, красивый, мягонький, сразу, видать, не наша вещь импортная. Умеют они там делать, не то, что наши. «Спасибо, мам, дорогущий, наверное!» «Да не за что, не дороже денег, носи на здоровье!» Баба Сима снова наклонилась к сумке, порылась и вытащила на свет божий пакет с чем-то желтым. А это Стешеньки вот, трусишки купила на вырост четверо, не было ее размера. «Так ничего, время-то быстро летит, не успеешь оглянуться, как в пору сделаются!» Трусы были просто огромные, и Стеша смогла носить их лишь лет через пять. Зять тоже без подарка не остался, ему баба Сима привезла запонки под серебро с красными камнями. «О, вот спасибо! Угодила! Давно о таких мечтал! Балуешь ты меня, мам, балуешь!» Широко улыбаясь, протянул зять, принимая коробочку, хотя ни разу потом не надел их, да и знал заранее, что носить не будет такое. «Да ну тебя!» «Скажешь тоже, балую!» «Тебе что, не подари все ко двору!» «Уж никогда не скажешь, что не нравится!» «Всегда всем доволен!» «Молодец! Не обижаешь меня!» «Самый лучший зять у меня на свете!» И баба Сима растроганно смахнула на бежавшую слезу. «А мать-то не хворает?» поинтересовалась баба Сима Освахе. «Я ей подарок привезла!» «Отдашь, мам, она придет к нам Новый год встречать вечером, и отдашь», распорядилась Любка. «Ну уж нет, не буду я до вечера ждать!» «Пойду повидаюсь с Освахою! Целый год почитай не видались!» И баба Сима, не слушая дочку, поспешила в половину бабы Нюры. «Теплая встреча двух свах!» «Есть кто дома?» улыбаясь, спрашивает баба Сима, заходя в избу и увидев сидящую у окна сваху. «Ой-ой-ой! Да как же это ты надумала приехать-то! Да какая же ты молодец-то!» И баба Нюра, радостно подскочив, бросается обнимать мать своей снохи как родную. Они обе очень рады видеть друг друга, и чувства их настолько искренне, что они плачут от радости. «Нюра, я тебе подарок привезла! Вот, примерь!» Наклоняясь поближе к уху свахи, громко говорит баба Сима. «Вот спасибо, моя хорошая! Вот спасибо!» благодарит баба Нюра. Накинув новый платок, она бросается к старенькому шкафу и принимается что-то искать в нем. «На-ка и тебе от меня подарочек! А то так нехорошо! Ты ко мне с подарком, а я с пустыми руками!» И старушка вытаскивает новую пару собственноручно связанных из разных остатков пряжи и из распущенных старых вещей пестрых носочков. «Нюра, ну какие ты красивые носки вяжешь! Я так не умею! И узелков-то нету у тебя, прям как заводские! А мягкие какие!» И довольная баба Сима прислоняет подарок к щеке. «Спасибо, Нюра, тебе! Пойду чайник поставлю, сейчас чай будем пить с тобой. Сдушиться и чай! С дороги-то поди-ка с ней емши, у меня мойва есть жареная, будешь?» Не дожидаясь ответа, старушка засеменила накрывать на стол. В гостье предлагается все, что есть, самое вкусное, самое лучшее. И они долго, до самого вечера, сидят за столом, рассказывая друг другу, как жили все это время, пока не виделись, и смеются, и плачут. Вот так разговаривали при встрече две, по сути, чужие друг другу женщины. Они обе пережили войну, потеряли своих близких, они знали цену мирной жизни и дорожили ей, уважали выбор своих детей и берегли их семьи. Велико было и их уважение друг к другу. Они ни разу в жизни не поссорились и были счастливы, что обе пока еще живы и опять встретились, и они будут скучать друг по другу в разлуке. Воробушков жалко. И все-таки новогоднее чудо произошло. Ближе к обеду небо начало сыпать огромными белыми хлопьями. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее, и, наконец, началась метель. Настоящая, с завывающим в трубе ветром. К вечеру метель утихла, зато ударил легкий морозец. «Бери, дочка Санки, айда на елку!» предложил отец, и девочка, радостно захлопав ладоши, вмиг оделась. Отец постелил на Санке ее старое детское одеяльце, и они тронулись в путь. Стеша ехала и смотрела на снег. Под цветом фонарей он переливался разноцветными огнями, красными, синими, зелеными. Девочка слегка жмурила глаза и смотрела на снежные сугробы сквозь ресницы. Это было просто потрясающе! Все сверкало, как в сказке. На городской площади царила суета. Огромная, живая елка сияла огнями. Дед Мороз держал микрофон, а маленькая девочка читала стихи. «Пойдешь, Деду Морозу, стихотворение рассказывать? То проворобышков можно, которые, помнишь, учили с тобой на прошлой неделе?» «Помню! Пойду!» И Стеша, протиснувшись сквозь толпу ребятишек, оказалась в первом ряду. Снегурочка в голубом наряде и белых сапожках тут же взяла ее за руку и вывела на середину. «Ну, что ты нам, девочка, расскажешь? Какой стишок выучила!» пробосил дедушка. Стеша сначала растерялась, но потом, увидев, как отец улыбается и машет ей из толпы, враз осмелела и начала. «Сергей Есенин! Воробушки!» Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает с тазвоном сосняка. Кругом с тоской глубокою плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица ковром шелковым стелится, но больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. А зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. На этом моменте у Стеши выступили слезки, а голосок предательски задрожал. На помощь ей пришел Дед Мороз. «Хорошо, хорошо! Вот спасибо! Хороший стих! Молодец! Вот тебе подарочек!» И он протянул ей оранжевого пластмассового попугая. Стеша взяла игрушку и полезла обратно сквозь среды столпившихся детей к отцу. «Ну, чего же ты расплакалась? Воробушков жалко стало!» И девочка дала волю слезам. Взрослые и дети на секунду задумались. Каждый думал о том, чего бы ему больше всего хотелось в новом году. Окошки Стешиного дома светились огоньками. Мать всегда вешала на окна электрические гирлянды, и от этого дом походил на сказочный теремок. На всей улице такие нарядные окошки были только у них. Когда Стеша с отцом вернулись с прогулки, их ожидали гости. Отцовские сестры вместе с мужьями и детьми наполнили дом веселыми разговорами и смехом. Женщины нарядные, в красивых платьях, с бусами, с высокими прическами, а мужчины все в костюмах и светлых рубашках. Каждая семья принесла с собой из дома по салату и по одному горячему блюду. Стешин и двоюродные братья и сестры играли в ее комнатке. — Стеш, можно карандаши взять? — Стеш, где у тебя краски? Стеша счастливо бегала от одного к другому, стараясь всем угодить. Гостей она любила и всегда была им рада. Стол разложили, накрыли белой скатертью. Детям велено было расставить тарелки и положить рядом мельхиоровые, начищенные заранее зубной пастой до блеска приборы, вилки слева и обязательно зубцами кверху, а ложки и ножи справа от тарелки. — Давайте садиться, время полдвенадцатого, а то не успеем старый год проводить, скоро уже Брежнев поздравлять будет, скомандовала баба Нюра, и все начали рассаживаться по местам. Детям накрыли отдельный маленький столик. — Не будет, Кириллов поздравит, как всегда, — возразил Стешин отец. Телевизор у них сломался в начале декабря, и его отвезли на санках в мастерскую, поэтому отец включил на полную громкость радио. Оттуда неслась песня Людмилы Зыкиной. Издалека долго Течет река Волга, Течет река Волга, Конца и края нет. Среди хлебов спелых, Среди снегов белых, Течет моя Волга, А мне семнадцать лет. Провожали старый год водкой. Шампанское, которое отец достал с большим трудом, берегли именно для встречи Нового года. После первой рюмки смех усилился, а разговоры стали громче. И вдруг песня затихла, и прозвучал специальный сигнал, после которого диктор начал читать поздравления. Звучало оно очень торжественно. Все замолчали. Внимание! Говорит Москва! Новогоднее поздравление Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Советскому Народу. Дорогие товарищи! Друзья! Уходит в историю 1978 год. Советские люди провожают его с чувством законной гордости. Это был год плодотворного труда по притворению в жизнь исторических решений 25-го съезда партии. Первый год действия новой конституции СССР. Речь диктора продолжалась долго. Стеша ничего не понимала из того, что он говорил, но вместе с другими детьми сидела тихонько и делала вид, что внимательно слушает и что ей очень интересно. Дорогие товарищи! Друзья! Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР сердечно поздравляют с Новым Годом рабочих, колхозников и интеллигенцию, женщин, молодежь, ветеранов революции, войны и труда, наших доблестных воинов, бдительно охраняющих священные рубежи нашей Родины, горячее поздравление тем, кто сейчас находится на трудовом и боевом посту, кто в пути, в море и в небе, кто работает далеко от родной земли. Счастья и радости вам, вашим семьям, дорогие товарищи! Крепкого вам здоровья и новых успехов в труде, учебе, творчестве! Пусть всегда над землей будет мирное небо! С Новым Годом! С Новым Счастьем! В это время пробка от шампанского, громко хлопнув, выстрелила в потолок, все засмеялись и протянули свои бокалы. Отец разлил шампанское, раздался бой курантов. Загадывайте желания! Взрослые и дети на секунду задумались. Каждый думал о том, чего бы ему больше всего хотелось в Новом Году. У Стеши желаний было много, но больше всего на свете она хотела, чтобы мама и папа никогда не умерли. В тексте использованы слова из песни Людмилы Зыкиной «Течет река Волга». Слова из текста «Поздравления советскому народу» от 31 декабря 1978 года. Кормушка Стеша сидела у окна и смотрела на падающие снежинки. Напротив нее, на огромном кусте смородины, нахохлившись и распушив перышки, как моток пуховой шерсти из бабы Нюриной корзины, сидел одинокий воробей. «Пап, а что птички зимой кушают?» закричала девочка. В дверном проеме появился отец. «Сколько можно тебе говорить? Никогда не кричи! Приди и скажи, что тебе нужно!» «О чем ты спрашивала?» «Хорошо, больше не буду», пообещала девочка. «Пап, а что птички зимой кушают?» «Зимой, дочь, птичкам тяжело живется. Весь их корм под снегом. Им остается только то, что висит на ветках. Ягоды рябины, калины, семена ясеня, клёна, репейника. Почки едят. «Да что найдут, то и едят». «А если не найдут?» не унималась Стеша. «Найдут, куда они денутся?» «Ну а если?» «А если?» теребила Стеша отца, озабоченная тяжелой жизнью птиц зимой. Она очень жалела всех зверушек, кошек, собак, птиц, даже мышей и крыс. Всегда представляла себя на их месте. Это чувство называется сопереживание, сочувствие, сострадание. Это очень просто. Поставить себя на место другого, представить себя в тех условиях, в которых находится тот, другой, прочувствовать всей кожей, всем сердцем эти ощущения. Возможно, не каждому это дано. Стеша было дано. «Папа, папочка, сделай, пожалуйста, птичкам кормушку, а я буду их хлебушком кормить», взмолилась девочка со слезами на глазах. Теперь все остатки еды, хлебные крошки, кусочки недоеденного хлеба, каша, макароны, Стеша собирала в стеклянную банку, а потом относила в кормушку. Птицы очень быстро разузнали, где бесплатно кормят и ждали девочку, облепив смородиновый куст. А уже через некоторое время самые бесстрашные садились на ее протянутую руку и смело склевывали хлебные крошки с ее мохнатой варежки. Вкусный снег Весь день Стеша каталась с горки. Волосы выбились из-под пуховой шапочки и растрепались. Варежки, превратившиеся в снежные комки, девочка сняла, и они смешно повисли на резиночках, под тяжестью налипшего на них снега, доставая почти до земли. На штанах образовалась ледяная корка, особенно сзади. Кусок старого линолеума, который дала Стеша Бабанюра для катания с горы, давно развалился, и она каталась на попе. От беготни и смеха девочке стало жарко и очень хотелось пить. Так сильно, что она не вытерпела и стала есть снег. Ох, какой он был вкусный, холодный и такой освежающий, он так аппетитно похрустывал на зубах, тут же превращаясь в ледяную воду. Стеша сняла старый махеровый отцовский шарф, засунула его в карман и расстегнула верхнюю пуговицу на шубке. Холодный морозный воздух вмиг забрался ей под одежду. Домой девочка добралась, когда уже совсем стемнело. Ноги совсем не слушались ее от усталости, и она еле передвигала их. Дорога до дома казалась очень длинной, как во сне, когда вроде и идешь, а никак не дойдешь. Дома мать приготовила ее любимые сырники со сметаной, но есть стеши совсем не хотелось. Она добрела до своей кроватки и повалилась на нее, кое-как раздевшись. А потом она замерзла. Одеяло из верблюжьей шерсти совсем не грело, и она закуталась в него, как в кокон, но все равно ей казалось, что до всюду дует, а еще у нее заболело горлышко. — Мама! Мамочка! Мне холодно! Накрой меня еще чем-нибудь! — закричала стеша. Мать подошла и губами прикоснулась к ее лбу. Девочка почувствовала прохладу материнских губ. — Господи, стеша! У тебя же жар! — взволнованно произнесла мать. Потом она засунула стеше под мышку градусник и велела крепко прижать его рукой, а сама пошла искать таблетку. Красный столбик дополз до отметки тридцать девять и восемь и остановился. — Ну вот, накаталась! Снег, наверное, ела! — сокрушалась мать. — Признавайся, ела? — Нет, не ела! — соврала стеша, опасаясь, что мать отругает ее, а может быть даже выпарит. После таблетки стеша уснула. Во сне ей снилось лето и море, а она лежит на горячих камушках и загорает. — Мама, можно я пойду купаться? Мне жарко! — спрашивает она мать, но та ни в какую не разрешает. — Нет, нельзя! Ты болеешь! Стеша проснулась. Вся ее постель была мокрая от пота. В окно светила луна, и в комнатке было совсем светло. Девочка сбросила с себя одеяло, горло почти не болело. — Наверное, я выздоровела, — подумала она, и пошла в кухню попить воды. Медвежий жир Стеша сняла железную крышку с ведра и ковшиком зачерпнула воду. Услышав грохот, проснулась и пришла на кухню мать и начала ругаться. — Это кто разрешил тебе вставать? И почему ты пьешь холодную воду? Ну-ка, быстро в кровать! И Стеша, испуганно бросив ковшик в ведро, поспешила обратно в свою постельку. На шум вышел сонный отец. — Что тут у вас происходит? — Да вон, дочь твоя, пришла с температурой ледяной воды напиться. Хочет, наверное, чтобы горло отвалилось у нее, — пожаловалась мать на Стешу, доставая утопленный ковшик. — Стеш, ну ты же взрослая уже девочка. Должна понимать, что заболела. Разве можно тебе сейчас пить холодную воду? — Я попить захотела. Мне жарко было. Я вся вспотела. Как могла оправдывалась Стеша. Отец прислонил ладонь к дочкиному лобику, потом потрогал спину. — Люб, да она вся мокрая, неси одежду ей сухую. Он помог Стеше снять футболку, в которой она улеглась спать, и повесил ее на батарею. Потом укутал Стешу в одеяло и усадил к себе на колени. Мать постелила ей сухую простынку и надела пижаму. Потом нагрела молока, положила туда сливочного масла и соды и велела Стеше пить. Стеша не любила горячее молоко и сморщилась, когда мать подала ей кружку, но выпила все до капельки, так как отец сказал, надо выпить. На следующий день у Стеши начался кашель. Мать вызвала врача, и она прописала девочке парить ножки на ночь и ставить горчичники. А еще велела пить отвар мати-мачехи с медом. Букетик засушенной мати-мачехи баба Нюра принесла из сеней и заварила в термосе. А еще соседка баба Лёля дала ей пару ложек темно-коричневого густого медвежьего жира и велела натирать Стеше спинку и грудь на ночь. И началось муч... лечение. Каждый вечер Стеша со слезами садилась на маленький стульчик, а ножки ставила в тазик с очень горячей водой. Вода была желтая от растворенной в ней сухой горчицы. Отец накрывал ее огромным ватным одеялом и время от времени осторожно, чтобы не обварить девочку, подливал из чайника в тазик кипяток. Стеше было очень жарко под одеялом и очень страшно, но она терпела. Потом отец насухо вытирал ей ножки, надевал на них толстые шерстяные носки и относил Стешу в кровать. Там он ставил ей горчичники, которые через несколько минут начинали нестерпимо сжечься, а после мазал спинку медвежьим жиром. Через три дня Стеша была абсолютно здорова. Кашель и насморк улетучивались, не оставляя после себя никаких следов. Первомай Дети, завтра на демонстрацию собираемся возле школы в 9.00, не опаздываем. От школы пойдем колонной до площади. Одевайтесь потеплее, ветер сейчас холодный, несмотря на то, что солнечно. Если у кого-то есть шары, приносим. Можно к березовой веточке прикрутить цветы из бумаги, тоже будет красиво. В общем, стараемся. Нужно, чтобы наша колонна была самая красивая. Всем все понятно? Понятно! Радостно протянул третий А. Тогда сейчас тихонько идем в раздевалку, одеваемся и расходимся по домам, закончила свою речь учительница Любовь Ивановна. Стеша шла домой и радовалась, глядя на молоденькие нежно-зелененькие листочки, едва пробившиеся смолистые почки, на желтые цветочки мать и мачехи, на чистое ярко-голубое бездонное небо, на почти белое солнце, на весело чирикающих воробьев. Последний весенний месяц начинается завтра, а потом лето, каникулы, целых три месяца. Лето – это счастье для людей, а особенно для учеников. Настроение у Стеши было приподнятое. Сейчас она придет домой и займется изготовлением праздничных веточек, накрутит цветов из тонкой гофрированной бумаги, что привезла мать из Москвы зимой, рулон белый и голубой. Отстояла в ЦУМе огромную очередь, но досталось всего два цвета. Но Стеша и этому была рада до безумия. Дома никого не было. Стеша почистила яйца, что нашла в холодильнике в железной миске, отрезала себе хлеба, достала из банки соленый огурец и с удовольствием пообедала. Потом запила все это дело молоком из бутылки и принялась за дело. Она нарезала длинных лент из бумаги, собрала их у края и завязала ниткой. Расправила, и получились прихорошенькие белые и голубые цветочки. Берез поблизости не нашлось, зато в огороде росли старые кусты смородины. Стеша отломила одну веточку и принесла в дом. Привязала цветочки к смородиновой ветке и залюбовалась. Красота! И тут она вдруг вспомнила, что вместе с бумагой мать привезла и воздушные шары, несколько штук разного цвета и формы. И начались поиски. Стеша искала везде. В шкафу, в столах, во всех коробках под кроватью, в старом комоде. Шаров нигде не было. Конечно, можно было бы дождаться, когда придет с работы мать и спросить у нее, где шары. Но Стеша не терпелась. И тут взгляд девочки упал на диван. Диван раскладывался, но был очень тяжелый. А вниз отец складывал одеяло и подушки. Может, там шары? В диване? Стеша попробовала приподнять сиденье. Очень тяжелое. Тогда она кое-как поднатужилась и изо всех сил подняла его, а чтобы сиденье не опустилось, подставила под него табуретку. Вот, теперь другое дело. Можно искать. Стеша вытащила подушки и одеяло на пол и увидела какие-то странные белые бумажные ленты с черными и красными мелкими буквами. Разорвала одну, и на пол упал какой-то кружок, резиновый и посыпанный белой пылью. Это еще что такое? Подумала Стеша, разворачивая кружок. Это очень похоже на воздушный шарик. Девочка надула его, и получилось очень даже неплохо. Жаль только, что цвет был какой-то невзрачный, белый, прозрачный. Ну да ладно, за неимением других пойдут и такие. Этих бумажных лент в диване было очень много. Если я возьму сейчас одну, никто не обидится, подумала Стеша. Она сложила всю постель обратно в диван и закрыла его. Надув пять шаров, Стеша связала их вместе. Получилось просто восхитительно. Вот бы еще привязать их к длинной палке, чтобы можно было поднять высоко над нашей колонной. Вечером первым пришел отец. Увидев в углу белое облако, из... Он обалдел и застыл на несколько секунд. Потом подбежал к шарам и начал руками рвать их. Шары лопались, издавая глухие хлопки. Не трогай, это мое! Но отец не слушал ее. Где ты это взяла? Кто тебе разрешил? В диване, выла девочка. Мои шарики, любимые! Зачем ты все испортил? Наша колонна должна быть самая красивая! Это не шары, понимаешь? Это не шары, успокаивал ее отец. А что же это? Ну, не шары это и все. Отец не мог придумать, чтобы такое сказать Стеше, как объяснить, для чего нужны эти штуки. Пришедшая с работы мать дала Стеше три настоящих разноцветных шарика. Круглые, синий и красный и длинный, волнистый, зеленый. Стеша была счастлива. Зятев Макинтош «Стеша, Баба Сима к нам собирается, ты рада?» спросила мать, когда они сели обедать. Обычно Баба Сима приезжала к ним зимой, в декабре, и всегда жила у них все три месяца. А второй раз она приезжала в конце мая за Стешей, и они вместе уезжали в Крым к Бабе Симе. Стеша бабушку любила, и ее приезду, конечно, обрадовалась, несмотря на то, что ей снова придется уехать на все лето от родителей в этот ненавистный Крым. Нет, Крым Стеша тоже любила, очень любила, и считала его своей второй родиной. Девочка ненавидела расставаться с мамой и папой так надолго, ведь в детстве три месяца это бесконечность. И Стеша упросила бабушку погостить у них хотя бы недельку, а уж потом ехать. Бабушка согласилась. Блины Баба Сима пекла ум отъешь, тонкие, ажурные, очень уж их Стешин отец любил, а Баба Сима любила своего зятя, поэтому старалась ему угодить и к его приходу с работы всегда блинков напечь. Когда Баба Сима замесила тесто, выяснилось, что в доме закончилось сливочное масло, а если блин маслом не смазать, то это и не блин уже. Делать нечего, нужно было идти в магазин. Все бы ничего, да вот только на улице собирался дождь. Вроде солнышко с утра светило, и никакого намека на дождь не было, и на тебе, вмиг тучи собрались. Ну, ничего, авось до дождя успею, побегу, бегмя, решила Баба Сима, и, поискав и не найдя нигде зонта, схватила с вешалки чей-то серый плащ, накинула на себя в торопях и помчалась в сельпо. В магазине в рабочее время ни души, все на работе, за тунеядство в то время наказывали. Масло дай, дочка, килограмма два, больше не надо, едва переведя дух от быстрой ходьбы, выпалила пожилая женщина. Продавщица лениво поднялась со стула, отрезала от огромного куска масла и, глянув на покупательницу, замерла. Потеряв дар речи, молча она завернула масло в бумагу и передала через прилавок. «Сколько с меня дочка?» поинтересовалась баба Сима, думая про себя, чего эта продавщица на нее так уставилась и глаз не сводит, будто на ней картина какая-то. Дождь уже потихоньку начал накрапывать, когда баба Сима вышла из магазина и быстро засеменила в сторону дома. Участковый Гринькин Петр Васильевич, в очередной раз навестивший местного алкоголика и тунеядца Пронькина, как раз направлялся в сторону райотдела, когда навстречу ему попалась выскочившая из магазина баба Сима. Когда она подошла поближе, Гринькин остолбенел. На старушке был надет серый милицейский плащ с погонами майора. Машинально отдав честь, Гринькин еще долго смотрел ей вслед, задумчиво почусывая затылок. «Мам, ты сегодня на улицу выходила?» первое, что спросил зять, придя вечером после работы домой. «В магазин вон бегала за маслом блинки мазать. А что? А в чем ходила?» «Да плащ вон какой-то накинула, в прихожке у вас нашла», махнув рукой, сообщила баба Сима. «Чуть только дождик намочил, успела». «Мам, это мой плащ, я в нем на работу хожу». «Так что ему будет-то, хоть и твой, какая мне разница?» «Так он с погонами, мам». «Да что им будет погоном-то, интим?» привязался. «Говорю же, успела до дождя, чуть только намочил». « Kirг, когда махнулley, проявил. у камень, «ор adapt Goshiva». Продолжение следует...